Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Вот и настало время летних каникул. Кто-то будет отдыхать всё-всё лето, а кто-то ни на секундочку, ни на денёчек не будет забывать о знаниях и учёбе. Именно с таким ребёнком я и занимаюсь на протяжении всего-всего лета. Я подготовила для репетиторства различные тетради для третьего класса, чтобы подготовить будущего третьеклассника к школе. Данная тетрадь, которую я покажу вам сегодня, она состоит из 30 занятий. Каждое занятие направлено на закрепление и повторение материала, ну а мы будем использовать её для тренировок, как подготовительный материал. Будем изучать правила фонетики, основы синтаксиса и пунктуации. Поработаем со словарными словами и разбором слов и предложений. Также в данной тетради есть творческие задания, которые направлены на развитие мышления. Например, нужно придумать продолжение к рассказу или что-то раскрасить. Заниматься по этой тетради рекомендуется 30-40 минут в день. Этого как раз нам достаточно, это укладывается в наш темп работы. И за 30-40 минут мы можем сделать даже два занятия, основываясь на предыдущих работах в тетрадях. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. И, конечно же, давайте начнем. Поехали! В данной тетрадочке у нас есть вот такие занятия. То есть каждый урок делится у нас на занятия. В день мы можем успеть сделать занятия два. В каждом занятии всего шесть заданий. И здесь дается вот такое вот местечко для оценки и кто проверил. Ну, соответственно, кто проверил, тут будет понятно, да, потому что я одна единственная в данном, так сказать, помещении, которое проводит с ним все это дело. Здесь мы будем ставить оценочку. Каких-то прям-таки критерий для оценивания здесь нет. Она создана как, да, для родителей, чтобы там занимались детки. Без, в принципе, можно с участием педагога, как в нашем случае. Можно без участия педагога. То есть на самом деле здесь нет каких-то явных таких критерий. Как я уже сказала, всего шесть заданий. Они вот такая вот большая тетрадь. И задания, в принципе, такие большие, где нужно много чего читать и думать. Также работаем мы прямо в тетради и устно, соответственно. Плюс мы используем черновичок для того, чтобы в черновике непосредственно писать и разбирать. А сюда записывать уже вывод, сюда записывать уже итог. Что мы сделали? Чтобы не было, ну, каких-то помарок особых таких и различной грязи. Итак, задание первое. Придумай и запиши по три слова, в которых. Три слога, последний слог ударный. Два слога, второй слог ударный. И три слога. Первый слог ударный начинается со звонкой согласный. На самом деле, да, здесь задание может подойти как для первого класса, так и для второго, потому что задание на слоге, это не сложно. В принципе, все детки в начальной школе умеют делить слова на слоге и отмечать ударный. Здесь это проходит во втором классе, ребенок все это прошел, поэтому не обязательно ему знать программу третьего класса, чтобы сделать данное задание. Для того, чтобы выполнить данное задание, как я уже сказала, нам нужно вспомнить правило. Как же у нас слова делиться на слоги? Ну, слогообразующим у нас является гласный звук. Поэтому сколько в слове гласных, столько будет и слогов. Первое нам нужно было записать слово, где есть три слога и последний слог ударный. И вот таким образом мы все это делили. Считаем гласные. Одна, две, три. Ма-га-зин. Тут у нас все правильно. Дальше. Километр. Километр. Последний слог ударный. Опять, сколько гласных? И, О, Е. Три. Поэтому и слога будет тоже три. Тут тоже все правильно. Следующее. Диалог. Диалог. Последний слог ударный. Считаем гласные. Одна, две, три. И, А, О. Соответственно. И слога будет тоже три. Тут мы записали все верно. Дальше нам нужно было записать слова, где есть два слога и второй слог ударный. Но здесь второй слог будет последним, соответственно. Так же, как и в первом, в первой точке. Баран. Ба-а-а-а-ан. Вот таким образом ставим ударение. Баран. Последний слог ударный. Он второй. Второй. Считаем гласные. А, А. Все правильно. Ба-а-а-ан. Горох. Последний слог ударный. Второй. Две О. Две гласные. Поэтому тоже это слово подходит. И вода. Вода. Последний слог ударный. Значит, все правильно. И две гласные. Два слога. И последняя точка. Три слога. Первый слог начинается со звонкой согласной. Первое. Бегем. Бегемот. Три слога. Бе-ге-мот. Правильно. Е-е-о. Делим на слоги. Бе-ге-мот. Правильно разделил. И первое. Значит, первый слог начинается со звонкой согласной. Бе-бе-бе-бе-ге-мот. Правильно. Здесь подчеркну гласные, которые служат для, так сказать, звонкости. Бегемот. Дальше. Де-ду-шка. 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 Правильно. Три гласные. Е-у-а. И де. Де-де-де. Звонкая. И последнее. Де-ре-ве-я. Де-ре-ве-я. Е-е-я. Тоже три гласные. И де-де-де. Тоже является звонкой. Поэтому это задание выполнено правильно, без ошибок. Переходим ко второму заданию. Вставь пропущенные буквы и подбери проверочные слова. Вот здесь вот было на самом деле сложно. Потому что, ну, в первом слове конкретно, долина, мы вставляем букву О. Потому что проверочное слово не даль, а дол. От него образовано слово долина. Здесь мы еще указывали ударение. То есть, да, для того, чтобы проверить орфограмму, нужно поставить ее под ударение. Ковры. Вставляем букву О. Проверочное слово коврик. Трава. Вставляем букву А. Проверочное слово травы. Шалун. Вставляем букву А. Проверочное слово шалость. Холмы. Вставляем букву О. Проверочное слово холм. Голод. Так, вставляем букву О. Проверочное слово голодный. Словарь. Вставляем букву О. Проверочное слово слово. И грачи. Вставляем букву А, проверочное слово грач. Тут тоже все правильно, немножечко намазал, но ничего страшного. Второе задание тоже выполнено верно. Переходим к третьему заданию. Задание третье. Составь из перепутавшихся слов определения и запиши их. Здесь тоже не нужно обладать, но так же, как и во втором задании, не нужно обладать знаниями третьего класса, чтобы сделать это задание. Здесь видно, да, что отмечали мы, какие слова нужно вставлять первыми, вторыми, третьими, порядок, так сказать. Это учится в первом классе. Что такое речь, что такое устная речь и что такое письменная речь? Речь – это средство общения людей. Совершенно верно. Речь – это средство общения людей. Второе. Устная речь. Что же такое устная речь? Устная речь – это речь, которую мы. Которую, а где мы? Пропустил слово мы. Но ничего страшного. Давайте посмотрим. Видите, здесь ребенок уже отмечает. Устная речь. Устная речь – это речь, которую мы. А он пропустил. Устная речь – это речь, которую мы. Которую мы слышим и произносим. Слышим и произносим. Правильно. И третье – письменная речь. Письменная речь – это речь, которую мы видим и пишем. Правильно. Тут все верно, за исключением одного слова. Забыл он это слово, но это одна небольшая помарочка. Это на самом деле тоже не страшно, не критично. Идемте с вами в четвертое задание. Здесь нам нужно соединить две части пословицы и сказать, какой общей темой объединены данные пословицы. Тут у нас все не спутано, по крайней мере. Я говорила, чтобы отмечал все правильно, без помарок, чтобы я при проверке не запуталась. Кто-то в комментариях при аналогичных заданиях говорил, что можно пользоваться разными цветными карандашами. Я думаю, что я возьму это на заметку, и когда будет очень много заданий, например, нужно, где будет соединить, да, очень много слов различных, то обязательно будем пользоваться цветными карандашами. А здесь чуть-чуть, я думаю, мы не запутаемся. Что написано пером, того не вырубишь топором. Все сто процентов хоть раз слышали эту пословицу. Каков разум, таковы и речи. Правильно. Хорошую речь хорошо и слушать. Сперва думай, сперва подумай, а потом скажи. Язык мой, враг мой. Это тоже все слышали, тоже сто процентов. Здесь ребенок, мы с ним вместе делали, да, отталкивался по логике, скорее всего, да, как я поняла при выполнении этого задания. Сначала мы соединили то, что ребенок знает сто процентов, как бы отталкивались от обратного. Язык мой, враг мой. Это он слышал, что написано пером, того не вырубишь топором. Это он тоже слышал. Сперва подумай, а потом скажи. Это он тоже слышал. Ну, и остатки уже по логике распределили. Тут у нас тоже все правильно. Пятое задание. Подбери и запиши рифмующиеся слова. Ой, ну это было очень интересно, потому что ребенок прям очень быстро, ему нравятся такие задания, вообще всем деткам нравятся такие задания. Он прям быстренько-быстренько сообразил, да еще и не по одному слову придумал, а чуть ли не десяток. Но записал только те, наверное, которые ему понравились. Медок, холодок. Правильно. Давайте с вами, во-первых, вспомним, что такое рифма. Рифма, да, рифма это повторение, окончание у слов. Медок, холодок. И здесь ок, и тут ок. Сама стихами уже заговорила. Дар, удар. И тут ар, и тут ар. Брат, акробат. Думаю, где он это слово еще нашел? Акробат, тут ад, и тут ад. Боец, мудрец. И тут ец, и там ец. Тучка, кучка. И тут ка, и тут ка. Мак, резак. Вот со словом мак было сложнее всего. Я вот сейчас начинаю вспоминать. Со словом мак было сложнее всего, потому что как-то вот нанешло у него вдохновение на слово мак. Немножечко подумали, поразмышляли, и вот такое вот слово всплыло. Резак. Что такое резак, вы все, безусловно, знаете. Ну и плюс в играх есть, да, такие различные инструменты. Поэтому тут он тоже сообразил. И тут так, и тут так. В общем, здесь подобрать и записать рифмующиеся слова у ребенка не возникло никаких проблем. Он все сделал на отлично. Дальше у нас идет шестое задание. Ух, почерк-то какой размашистый. Вижу, помарочки. Ой, ну не знаю, прям надо, наверное... Вот плохо в таких тетрадях не дается никакого, никаких границ. То есть здесь идет тетрадь в широкую клетку, в широкую линейку. В широкую линейку дети начинают писать где-то с третьего класса. То есть он еще не готов к широкой линейке, у него границ абсолютно нет. Вот чуть-чуть и не хватило бы. Ну, давайте посмотрим. Нам нужно списать текст, вставляя пропущенные буквы и выделить орфограммы. Придумать продолжение истории. Продолжение истории, как вы понимаете, мы придумывали устно. Если вдруг у вас возникнет желание, если вы, может быть, у вас скрывается какой-то талант писательский, или вы очень хороший фантазер, то в комментариях вы можете придумать свое продолжение истории. Я обязательно посмотрю, будет очень интересно. Чего тебе, кис? Опять под лампу лезет? Ой, такой большой, а такой невоспитанный. Иди. Итак, весной мы сразу здесь, значит, нам даны слова, да, с пропущенными, ну, сам текст и слова с пропущенными буквами. Мы здесь сразу вставили, чтобы при переписывании, списывании было удобно. Весной, давайте сначала прочитаем. Весной появился маленький листочек на кленовом дереве. Радостно открыл глазки, улыбнулся солнышку и всем вокруг. Все лето грелся он под солнечными лучами, ага, вижу, уже ошибка лучами, стал большим и красивым. Но вот пришла осень, злой холодный ветер сорвал листочек с дерева и уронил на землю. Давайте с вами посмотрим, как мы вставляли буквы. Весной можно проверить слово весна. Появился маленький, ну, тут мягкий знак, соответственно, смягчает. Листочек, проверочное слово лист. На кленовом клен, дереве, деревья. Радостно, радость, глазки, глазок, солнышко и всем вокруг. А круга можно проверить. Все лето грелся он под солнечным. Тут у нас ничего не нужно было вставлять. А у нас какое слово получилось? Солнечными. Ой, матушка, нет, не надо. Солнечными. Вот, чека, чен, пишется без мягкого знака. Здесь хотели, наоборот, спровоцировать. Мол, пропущено, что-то нужно вставить. Раз пропущено, вот ребенок и вставил. Но это неправильно. Лучами, да, чаща буква А, стал большим, опять мягкий знак смягчает. И красивым, краше можно проверить. Ну вот, пришла осень, злой, холодный, холод, ветер сорвал листочек, лист с дерева. Но мы это уже проверяли. Уронил, уронит на землю. Давайте проверим. Весной появился маленький листочек на кленовом дереве. Радост, но открыл глаза. Видимо, да, видите, надо глазки. Глазки. Улыбнулся солнышку. И всем в округ. Подчеркивали также и на самом письме пропущенные буквы. Тут еще надо за знаками припинания немножечко следить. Да, где тут у нас запятая должна быть? Глазки. Да, глазки. Улыбнулся солнышку. И всем вокруг. Все лето грелся он под солнечными. Вот оно опять. Нет, не нужно. Еще подчеркнул. Не смутило его. Солнечными лучами. Запятая. Лучами, да. Стал большим и красивым. Но вот пришла осень. Злой холодный ветер сорвал листочек. И там листочек перенос, и тут листочек. С дерева. И уронил на землю. Вот такое вот у нас задание получилось. Ну, у нас тут есть одна ошибочка. Да, ребят? Мы с вами обнаружили. Одну ошибочку. Придумай продолжение истории. Мы это делали устно, соответственно. Как я уже сказала, в комментариях вы можете придумать свое продолжение истории. Итого, давайте делать вывод. Мы смотрим, что у нас здесь. Да, недочет один небольшой, маленький. Мы его как бы тоже тут пометим себе. И здесь уже будем выставлять оценочку. Давайте подводить с вами итог и давать комментарий. Что ж, посмотрели мы с вами первое занятие. Всего шесть их было, да? Никто еще не забыл, скажу, только-только смотрели. С первым заданием ребенок справился хорошо, молодец. Не было ошибок. Во втором задании ошибок тоже не было. В третьем задании пропустил одно слово, такая небольшая помарочка. Четвертое задание здесь тоже соединил все части пословиц правильно. И, по-моему, я вам не сказала, какой общей темой объединены пословицы. Ну, здесь, наверное, по логике можно догадаться, что тема всех этих пословиц – речь, соответственно. С пятым заданием ребенок тоже справился, пусть и не сразу. Да, какое-то слово, вот маг в частности. С остальными-то он быстро справился. А со словом маг нужно было ему подумать. Ну, тут он тоже справился хорошо. И в шестом задании он справился, но с одной помарочкой в слове «солнечными» чека-чен нужно писать без мягкого знака. А он подумал, что в пробел 100% нужно что-то вставить. И вставил букву «е», хотя слова «солнечными» не бывает. Поэтому здесь тоже одна ошибочка. Ну, это две таких помарки, не повлияли на положительную оценку. Здесь я поставила пять. Думаю, ребенок этому обрадуется. Судя по тому, что эта тетрадь как бы для третьего класса, да, уже мотивация. Ребенок будет думать «Вау, класс, я знаю материал». Но на самом деле первое занятие, оно такое очень простенькое, да, основанное на предыдущих классах. Там первый, второй, здесь не было чего-то сверхъестественного. Поэтому за данную работу ребенок получил оценку 5. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы с вами заканчиваем. Кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь – это очень-очень важно. И также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро. Всем до новых встреч, пока-пока!